Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, добрый день! Тема нашего сегодняшнего разговора – глава 24 книги «Второзаконие». В этой главе мы находим, как и в прежних главах, находим разнообразные и разношерстные предписания касающиеся разных сторон жизни человека. Это и финансовая жизнь, это и деловая репутация, деловая практика, бизнес, какие-то процессы, и супружеские взаимоотношения и прочие вещи. И вот в этом массиве постановлений, начинающемся с главы 12, мы находим собрания вот этих вот разных постановлений и предписаний, относящихся к тому, как жить в своей обыденной жизни, настоящему, верному, подчиняющемуся Божьей воле, израильтянину. Итак, первый сюжет, который открывает главу 24, касается практики разводов. Мы знаем о том, что в Ветхом Завете есть, описывается, существует практика того, что брак однажды заключенный, в дальнейшем заканчивается. И есть легитимные, приемлемые, нормативные формы завершения этого брака в виде развода. И в этом отношении глава 24 не столько учреждает развод или предписывает развод, либо как-то его даже правоту отстаивает. Нет, мы имеем дело лишь с описанием того, как действовать наименее плохо, наименее опасно, наименее человеконенавистнически в этой нехорошей ситуации, в которой, конечно же, есть огромное пространство для того, чтобы показать себя как человека эгоистичного, равнодушного, жестокого, исполненного мести, зависти и прочих нехороших вещей. Итак, при всем при том, что Бог развода ненавидит, как нам говорит пророк Малахия в главе 2 стихе 16, тем не менее, в главе 24 книги Второзакония мы находим описание, как наименее нехорошо устроить этот не очень-то приемлемый, не очень-то желанный элемент, процесс в жизни супружеской пары. Итак, читаем, потом прокомментируем какие-то важные, интересные сюжеты этого пассажа. Итак, положим, некто женился и стал жить с женой, но она ему не понравилась, ибо он нашел что-то в ней неподобающее, и он дал жене документ о разводе, и это слал ее прочь из своего дома. Итак, вот завязка историй. Очень часто законодательство Ветхого Завета выражено в этих историях, потому что, когда есть история, когда есть какая-то картина из жизни, то легче и усваивать законодательный материал. И так описывается какой-то реальный кейс, условно говоря, из жизни человека, мужчины и женщины, людей, находящихся в браке. И вот брак начинается, и находит нечто неподобающее. Вот это очень странное выражение, перевод на русский язык вот такой, нечто неподобающее, а дословно можно перевести так. Он нашел в ней какое-то, что-то связанное с такими вещами, как многота, срам, срамное, противное, вот касающиеся чего-то, ну, личного, что ли, интимного, и при всем при этом то, что не нравится, вызывает неприязнь у мужчины. Слово «эрва» или по-ревески, как здесь написано, «эрва давар», вот это вот то, что переводится выражением «нечто» или «что-то неподобающее». Тут что может иметься в виду? Ну, видите, к сожалению, не объясняет нам сам текст, потому что фокус этого текста обращен на то, как развестись, когда есть это. А что такое это, мы, вот видите, не очень-то понимаем, можем лишь догадываться. Какая-то, возможно, имеется в виду деталь в жизни, или, не знаю, в устройстве, скажем так, в облике жены, женщины, вчерашней невесты, которая вызывает стойкое неприятие, неприязнь у своего, вот мужа, вчерашнего жениха, у своего господина, главы семейства. Замечу, что все это может быть связано и с тем, что не касается интимной сферы, просто не нравится. Не тот запах, не тот разговор, не та форма поведения. Ведь не было в то время, к несчастью, того времени, которое называется у нас ухаживанием, знакомством, когда мы можем какие-то иметь элементы общего быта, ходить в рестораны, в кино, в театры, в кафе, проводить время вместе, впрочем, не съезжаясь, не начиная жизнь уже такую супружескую до начала брака. Но мы можем хорошенько узнать того, с кем мы желаем свои отношения на веке связать. Так вот, в древнем мире, дорогие друзья, когда очень часто инициаторами брака делались родители, жениха, невесты, этого всего не было. Действительно, ты наталкивался на сюрприз, да, потому что, кем была твоя жена прежде, какой у нее характер, облик, внешние какие-то данные, внутренние какие-то свойства, ты не знал и однажды мог испытать вот это вот стойкое неприятие, неприязнь, которая ничем не могла быть преодоленной. Впрочем, все это могло быть и выдумано человеком, мужчиной, нечто такое, какое-то вот, не знаю, на чем не обоснованное, нежелание быть вместе. Так или иначе, такое может быть, да, и чтобы спасти женщину от чего-то более тяжелого, а именно от того, что она была бы постоянно третируема, осуждаема, уничтожаема морально, в конечном итоге, возможно, она была бы и убита, потому что яда были в то время, есть вариант спастись, выйти из неблагоприятной ситуации правильным, корректным образом, а именно получить письмо, да, письмо разводное, связанное с тем, что ты разводишься, и в этом письме было прописано, что ты разводишься с этой женщиной, мужчиной, не потому, что она блудница или была не была порочна, когда вступила ты с ней в отношения супружеские, нет, она была непорочна, она была безупречна, в ней все нормально, но что-то другое находит в твоих глазах, у нее вот нечто неприятное и неуместное в дальнейшей супружеской жизни, очень важно замечание, такое, что ты должен дать ей в руку вот в ее руку дать ей это письмо, потому что можно было по-другому, да, где-нибудь оставить, кому-то передать, и в итоге женщина окажется без этого оберегающего ее статус письма, где были бы оговорены, впрочем, еще ряд очень важных вещей, а именно моменты имущественные, потому что выкуп, точнее, приданное у нее было, она пришла с каким-то имуществом в семью, на что-то в семье мужа она может претендовать, как жена этого господина, хозяина семейства и имущества семейного, поэтому это письмо оберегало ее дальнейший статус, репутацию сохраняло и давало возможность ей вступать в отношения супружеские дальше, брак после развода был уместен, впрочем, было одно ограничение, и об этом ограничении мы читаем дальше. и вот она, покинув его дом, вышла замуж за другого человека, ну вот развивается эта история, дом первого мужа оставлен, и вот мы находим здесь довольно, я бы сказал, такое гуманное общество, потому что жена, которая была чьей-то женщиной, чьей-то женой, опять вступает вступает в брак, и находится человек, который готов с ней опять связать свою жизнь, то есть второй брак возможен, и общество это приемлет, и закон это тоже называет корректным и уместным, и вот если она не понравилась и второму мужу, вот опять возникает ситуация, не нравится и второму мужу, что-то в ней точно не так, не знаю, разные варианты есть, не будем их называть, что-то в ней не так, и муж, что дав ей письмо о разводе, отослал ее прочь из своего дома, вот, значит, брак второй заключен, он не состоялся, опять развод, и опять получает разводное письмо, и вот вторая ситуация, либо если второй ее муж умер, значит, видите, два варианта исхода второго брака, либо она оказывается после этого брака женой еще раз разведенной, и могущей опять вступать в брак, либо она оказывается вдовицей, потому что ее второй муж умер, и вот окончание этой истории, которая закон и оценивает, как можно поступать в этом, если его дается нам ответ, как поступать, если все эти совпали в каком-то конкретном случае, то первый муж, который с ней развелся, не может снова взять ее в жены, ибо она сделалась нечистой, вот так вот, значит, первый муж, испытав какое-то желание вернуть обратно ее к себе домой, опять оказаться ее супругом, почему так получается, ну вот есть рад предположение, видите, мы не знаем, что такое может быть, может быть, он понял, что другие женщины еще хуже, или может быть, он поторопился эмоционально, и потом понял, что на самом деле его сердце ей отдано, а развод уже состоялся, либо это решение было вообще эмоциональное, на какой-то волне скандала, семейной распри, короче, он понял, что он поторопился, и зря он с ней развелся, либо возможен был другой вариант, а именно, и вот напишут комментаторы, возможно, это какая-то была схема, да, схема, в которой участвуют два человека, муж и жена, и эта схема имела корыстные мотивы, нехорошие мотивы, неблагородные мотивы, с возможными какими-то криминальными подтекстами, а именно, значит, вот муж и жена договариваются о какой-то махинации, разводятся, и жена вступает в брак, жена разведенная, вступает в брак с каким-то состоятельным и престарелым евреем, понимаете, да, дорогие друзья, потому что у этого еврея мало здоровья, его жизнь скоро закончится, но у него есть имущество и богатство, и хорошо бы сделать эту женщину наследницей всего этого дома, вот так вот, чтобы потом взять вот эти вот богатства, это имущество и вернуть тому, кто является, возможно, автором всего этого замысла, первому мужу, таким образом, у этого мужа, у этого мужа богатства делается больше, инструментом по достижению этой цели является его жена, выступающая в роли какого-то, вот такого, понимаете, не очень благородного человека, который отдает себя, свою свободу, свое тело, свои ласки в обмен на какие-то такие довольно приземленные цели, статус, богатство, имущество и так далее, так вот, вередикт закона в этих вариантах поспешный развод, разочарование в поспешном разводе или какая-то махинация, вередикт закона однозначный, так поступать нельзя, поступать нельзя, развод серьезная вещь, такая серьезная, что обратно хода нет, обратно сойтись уже невозможно, поэтому разводись сто раз, подумав о том, чего будешь делать дальше, когда чувство к этой женщине у тебя опять взыграет, опять о себе заявит, что ты будешь делать дальше о эмоциональной скорой на развод мужчина-еврей, как будто бы спрашивает закон, он, с другой стороны, он говорит о том, что никакие махинации с использованием женского тела, женской репутации, женской свободы тоже неуместны, запретны, и вот описывается эта ситуация, дается ей оценка такая, для Господа это было бы мерзостью, не оскверняйте грехом землю, которую Господь ваш Бог отдает вам во владение, вот, нельзя, это мерзко, вот это все нехорошо, это все скверняет землю, все эти вот эмоциональные разводы, все эти вот эти распри в семье, скандалы, все эти махинации супружеские, все это оскверняет землю, делает ее испорченный, нездоровый, проклятый, скверный, вот, так поступать нельзя, впрочем, замечу, что и в новозаветное время в Евангелиях отражены детали продолжающегося этого спора, вот, можно ли или нельзя, и Господь наш действительно говорит, что так поступать нельзя, значит, жена разведенная со своим мужем, там, или мужчина со своей женой разводшаяся, не может обратно вот с ней соединяться, нельзя, почему нельзя, потому что вот поэтому, потому что развод серьезная штука, не имеет обратного хода, потому что махинации неуместны и так далее, ну, короче, спустя столетия все еще споры о том, как себя вести в этой ситуации в еврейском обществе продолжаются, дальше, новое постановление, впрочем, мы об этом уже читали в главе 20, постановление о том, что вступившие в супружеские отношения освобождаются от военной службы и прочих гражданских обязанностей, читаем стих пятый, если человек только что женился, то он не должен уходить на войну, не следует возлагать на него и других обязанностей, пусть он будет свободен в течение одного года, пусть остается дома и радует жену, которую он взял себе, ну, вот очень тонкое предписание, очень уместное предписание, мужчина, вступивший в брак, юноша, ставший мужем, мужчиной, он, в принципе, думать мало о чем может другом, кроме как вот о своей жене, о своей начинающейся, начавшейся супружеской жизни, и поэтому лучше ему ничего не поручать и на войну его не брать, потому что толку от него мало, он не тем занят, он не тем озабочен, поэтому надо дать ему острочку на год, никуда его не звать, не назначать его никаким ни начальником, ни управителем, ни каким-то другим лицом ответственным, обреченным властью, не нужно брать его также на войну, пускай он будет дома и насытится своей начинающейся супружеской жизнью, а также дается ему возможность дать оставить потомство, потому что каждый еврей, каждый мужчина обязан после себя оставить потомство, чтобы имя его не исчезло, чтобы имя его не умерло с кончины этого человека, поэтому год отсрочки это есть возможность стать отцом, стать отцом мальчика, девочки и так далее. Отметим еще один очень важный элемент в этом предписании, такой, который вот о чудо, мы находим здесь очень редкую такую деталь, касающийся отстаивания женского, что ли, счастья, женских прав, потому что, как правило, перспектива закона, второзакония, она такая мужицентрична, как правило, мужчина является тот, чьи права оговариваются, чья точка зрения она вот как раз вот превалирует, но тут мы находим еще и, наверное, возможно, отстаиваемые женские права быть всецело хозяйкой своего молодого мужа в течение одного года. В целый год ты ничем, дружок, не занимаешься, никакими такими важными делами, на войну ты не уходишь, ты всецело занимаешься мной, моим счастьем, уделяешь все внимание мне, и тогда получается, что стих 5 отстаивает право молодой жены целиком обладать своим мужем. Всецело его вниманием, его заботой, его ласками, его временем и так далее. Дальше новый сюжет, посвященный отношениям имущественным между евреем и евреем, между богатым евреем и между евреем, попавшим в ситуацию бедствия, беды, кризиса, социального, экономического какого-то бедствия. И так вот предписано, как надо давать в долг своему брату, своему соплеменнику деньги. Стих 6 читаем, потом комментируем. Нельзя брать в залог ручные жернова или даже только один верхний жернов. Это означало бы взять в залог жизнь человека. И так, жернова, многие из слушателей даже такого слова, возможно, или не знают, либо ни разу даже жернова не видели. Ну, точнее, мы знаем, что такие были жернова, большие, на мельницах их крутила либо сила ветра, либо животное, да, вол, лошадь, и так далее, осел. Ну, видите, в древнем мире, в древнем израильском обществе жернова, такие компактные, маленькие, были и в семействах каждого человека. Вот в каждом семье, в каждом доме были жернова, такие миниатюрные, маленькие, отработанные, какие-то вот сделанные, специально созданные для этого куски камня, обладавшие ровной плоскостью, при этом такие шершавые, которые могли бы при трении превращать твердое зерно в муку, да, потому что из зерна нельзя делать хлеб, из муки делать хлеб можно, а мука была основным рационом каждого еврея в те далекие времена. Так вот, изъявший жернова из семьи бедного еврея обрекал его на голод, на смерть голодную от голода, потому что чем можно зерно растереть, как можно получить муку, где это все можно произвести. Возможно, попавший в беду еврей готов был отдать и свои жернова, дали же поспасти, не знаю, от чего-то более тяжкого свою семью, допустим, от продажи, не знаю, в рабство своего сына, либо от продажи в какого-то нехорошего рода услуги индустрии проституции свою жену и так далее. Гораздо были бы, возможно, тяжелые вещи, и еврей мог пойти даже на это, продать, дать в залог свои жернова, лишь бы отсрочить время какой-то неминуемой социальной беды, катастрофы. А бывает другая ситуация, возможно, имело место быть, возможно, это был алкоголик, человек спившийся, опустившийся, и ему было все равно, что будет с его семейством, с его женой, детьми, потому что ему нужно обретить деньги на его какие-то радости и удовольствия. Так вот, у этого семейства нельзя было забирать в долг, в залог, покупать жернова, пускай жернова будут дома. И об этом возвещает стих 6. Взявший жернова ручные в качестве залога, вот сравнение очень колоритное, красноречивое, он взял в залог жизнь человека. То есть, ты как будто бы отнимаешь жизнь человека и обрекаешь на смерть это семейство. Если обнаружится, что некто похитил человека, одного из братьев своих, сынов израилевых, и нажился на нем, продал его, тот и человек, похититель, должен быть предан смерти. Искорените зло в вашем обществе. Другая ситуация, связанная опять же с бизнесом, и выясняется, что, возможно, это было тоже такой индустрией до сегодняшнего дня, это есть такая довольно популярная в некоторых регионах индустрия, и до сегодняшнего дня от нее тяжело избавиться, с ней тяжело бороться, и у нас, в нашем российском обществе тоже это есть индустрия похищения, продажи людей, и взрослых, и девушек, и детей, и младенцев, все это, увы, есть. Так вот, в ответ на эту практику закон говорит однозначно, это есть мерзость, виновник в этом должен быть убит, потому что похищение тоже есть подобие смерти, да, ты убиваешь человека, лишаешь его свободы, лишаешь его имени, лишаешь его семейства, ты заслуживаешь очень большое расправа. Слово сказать, многие картины в Библии как раз вот иллюстрируют практику продажи евреев, евреи, мидже, в рабство. Например, помните, как поступили с братом Иосифа, вот, его родные братья, вот, они продали его в рабство и сын Якова Израиля оказался на чужбине, потому что евреи продали еврея в рабство, вот, ну, у них это была, конечно же, такая реакция эмоциональная, они не принимали, не признавали своего брата, они его презирали, не было у них цели нажиться, но у кого-то, возможно, такая была цель, цель нажиться, и кто-то торговал своими собратьями, он заслуживал однозначной смертной участи, его он должно было убить, зло должно было быть скоренено, об этом обвещает нам стих 7. Дальше, еще одна тема, два стиха уделено этой теме, 8-9, тема актуальная в наше время, тема инфекций вирусных заболеваний. Итак, читаем, стих 8. В случае кожной болезни строжайшим образом соблюдайте, исполняйте все то, чему вас научат священники левиты, поступайте в точности так, как я повелел вам. Ну вот, книга левит, две главы этой книги, глава 13, глава 14, подробно рассказывают, как нужно поступать, когда есть какое-то внешне заметное кожное заболевание на теле еврея. И вот там предписаны вещи нам знакомые, такие, как карантин, отслеживание у какого-то специалиста, в то время это был священник левит, да, предписано, описано, как ты мог вернуться обратно в общество израильское. Вот. Ну, очень часто в проповедях говорится о том, что это была такая жестокая мера, и приводится в пример чудеса, совершенные нашим Господом Иисусом Христом, что он проказу исцелял, вступал с лицами, попавшими в эту болезнь, в это несчастье, в контакт, да, они были объектами Божьей, Христовой любви и опеки. Но, впрочем, дорогие друзья, поймем реальность и реальную причину того, почему все эти правила, правила карантина, они возникали. А потому, что евреям было понятно, в отличие от многих наших современников, инфекции, вирус, это есть заразная вещь. И чтобы вся деревня, весь город не был охвачен этим недугом, да, проказой, другими разными заболеваниями, лепрой, нужно кого-то отправить на карантин. Не чтобы он умер там, нет, были разные процедуры, эти люди могли получать припитание, их кормила их община, они могли быть ранниками, собирать милостыню. То есть, они не умирали от голода, там, или от холода, или от жажда, у них было припитание, но, увы, закон времени, закон медицины диктовали то, чтобы они находились на дистанции, чтобы они были в карантине. Вот, то есть, понять инфекция, как чего-то заразного, было знакомо и древним людям, и в этом стихе, восьмом, описывается эта практика, практика борьбы с заразой, с инфекцией и с вирусами. «Помни, что сделал Господь, твой Бог, смирьям, когда вошли из Египта». Ну, описывается событие, о котором рассказано в главе 12 книги чисел, когда отказ повиноваться Моисею привел Мариам на время в ситуацию опять вот этой вот зараженности, инфицированности, она оказалась носителем болезни, какого-то кожного заболевания, впрочем, потом, после раскаяния, она от него исцелилась. Дальше. Еще возвращается мысль автора к теме взаимодавца, долгов, кредиторов и так далее. Так вот, читаем очень трогательные стихи, дорогие друзья. Это одни из самых возвышенных стихов книги «Второзаконие», впрочем, касающиеся чего-то невозвышенного, денег. Так вот, закон тем силен, что он может возвышенно рассуждать очень так вот тонко, очень нежно, очень трепетно, очень тактично о приземленных вещах, таких как деньги, секс, развод, болезни, смерть и прочие вещи. Итак, читаем тактичное рассуждение о деньгах. Стих 10 у нас. «Если ты одалживаешь ближнему что-либо, не входи в его дом за залогом, постой на улице, пусть тот, кому-то одалживаешь, сам тебе вынесет залог». Ну вот, ситуация, опять же, такая понятная, это целая картина, целая история из реальной жизни. У тебя есть должник, просящий у тебя одолжить деньги, да, или какое-то имущество, тебе нужен залог, дай мне что-то ценное, чтобы потом я смог бы у тебя это все обменять на возвращенный тобой кредит, да. И вот, есть такое желание у кредитора зайти в дом и там, откинув помещение таким вот оценивающим взором, где было многое и гордыня, и такая вот очень такая нахальная, да, какая-то позиция, очень нестыдливая позиция, да, ты высматриваешь имущество своего брата, своего ближнего, ища, чтобы у него такого ценного взять, да, какую-то, может быть, реликвию, святыню, ценный предмет, какое-то украшение, да, вот, и ты вот высматриваешь. И, конечно же, в этом взоре оценивающем, бесстыдном, нахальным, не тактичном, было то, что убивало человека, вот взор убивал человека, лишал его репутации, лишал его самооценки, уничтожал этого человека. Так вот, здесь закон говорит, не поступай так, не убивай своего брата своим взором, да, стой на улице, оберегай достоинство попавшего в беду должника, не ройся в его вещах, да, не открывай его шкафов, да, не ищи в подполе, не лезь в его кладовку, не надо всем этим заниматься, это все унижает человека. Да, он попал в беду, ты можешь помочь ему дать деньги в долг без процента, а проценты были запрещены в отношениях между евреем и евреем, да, сохрани его достоинство в этой тяжелой ситуации, это есть цель, это есть главное содержание этого пассажа. Стихи 10, и 13 книги и второзакония глава 24. Итак, если он беден, то не ложись спать, пока его залог у тебя. Вот. Верни ему залог до захода солнца, чтобы он лег спать, укрывшись своим полощом, и благословил бы он тебя. Тогда ты будешь праведен пред Господом твоим Богом. Вот еще такой подпункт, большого пункта, касающегося залога и так далее. Что имеется в виду? Для кого-то залогом единственным, которого он может дать себе, кредитор, является его одежда, его верхняя одежда, его плащ, который служит одновременно и курткой, и пальто, и плащом, защитой и от солнца, и от дождя, а также его одеялом, потому что одеяла у него нет. Так вот, в Израиле, в Палестине, в Ханаане, где бывают ночи холодные или прохладные, на ночь верни ему его залог. Пускай он покроется этим одеялом, плащом, верхней одеждой, пускай он не заболеет, и пускай он, вот засыпая, чувствуя тепло и твою заботу, о богач, тебя бы благословил, и благословение бедняка, оно имеет особую ценность в глазах Господа, это благословение, оно тебя однажды спасет, да, ты будешь Богом замечен, Богом оценен, и Богом тоже благословлен. Так вот, описывается еще одна очень тактичная вещь, вот, значит, начинается вечер, его залог у себя, его верхняя одежда, приди ему вечером, отдай ему его одежду, а утром опять возьми, или вообще не забирай его верхнюю одежду. И вот такие довольно братские отношения предписываются в отношениях между евреем, богатым евреем, бедным, живущим в одном городке и в одном поселке. Заканчивается глава 24 подробным рассуждением о том, о чем мы уже говорили. Да, это очень важная тема закона ветхозаветного, закона Моисеева, забота о гражданских неполноценных людях, вот, о тех, кто не являлся полноценной частью общества, о тех, кто является на границе, да, или за границей полноценного, благополучного израильского общества. Так вот, предписано этих людей замечать и оберегать. Читаем стиха 14-го эти предписания. «Не притесняй наемного работника, бедного и обездоленного, будь ты один из братьев твоих или же переселенец, живущий в твоей стране, в одном из ваших городов. Отдавай ему заработок в тот же день еще до закона солнца, ибо он беден, и от этого заработка зависит его жизнь. Иначе он вызовет Господу, на тебя отжалуясь, и тогда на тебе будет грех». Ну вот, описывается работа, работа наемного сотрудника, наемника. И вот, эта работа предписывается быть оплаченной в режиме «Утром поработал, вечером получил вознаграждение». Подденная работа. Да, оплата не раз в неделю, не раз в месяц, не раз в сезон, не по итогам сбора урожая. Да, вот я вот соберу, продам, а потом уже вам всем, моим наемникам, моим работникам раздам денежки. Нет, нельзя, потому что у него, кроме этой паденной зарплаты, это их денег, этого, возможно, натурального продукта, ничего нету. И на это вознаграждение, даваемое ежедневно, надеется его семья. Будет награда, будет ужин, не будет награды, не будет ничего. И заснуты не голодные дети и жена, и старики, родственники этого наемного сотрудника, наемного работника. Если этого не будет, если ты будешь утаивать, да, как-то вот откладывать эту выплату, то он на тебя пожалуется. Для Бога он свой, вот, и Бог тебя накажет, потому что молитвы бедняков доходят до небес, как написано здесь, получается, что быстрее, да, наемные работники, бедные, обездоленные, они имеют особый доступ к Богу, и Бог их особенно слышит. Отцов предавать смерти за вину сыновей нельзя, а сыновей за вину отцов нельзя. Человек может быть предан смерти лишь за то, что он совершил сам. Вот, маленькое вкрапление в тему бедняков, да, переселенцев и прочих, касающиеся, это вкрапление касается кого наказывать за вину родственника. И, вообще-то говоря, вещь не совсем очевидная, потому что, допустим, вот, древний мир виноват отец, его нужно убить, но и он не хочет умирать, да, и поэтому кое-где, а именно вот в законах Мурапи, там такое предписание есть, что выкупом за отца может быть его сын и можно убить за вину отца его сына или наоборот. Такие тоже были практики, за вину одного умирает другой человек. А, впрочем, еще гораздо более до сегодняшнего дня распространенная вещь, такая вот эмоциональная реакция. Какой-то человек нечто плохое совершил, там, убийца, террорист, маньяк и прочие вещи нехорошие он сделал. И вот возникает такая эмоциональная волна, эмоциональное чувство расправиться с его семьей. И даже такая была у нас недавно практика, дорогие друзья, во время, которое сейчас многие восхваляют, хорошо оценивают, старинские времена беззакония жестокости, такая была статья «Член семьи врага народа». Вот, этот член семьи врага народа был субъектом подавления, репрессии, потому что он был членом семьи врага народа. Вот, понимаете, не было ни в чем его вины, он мог быть ребенком, он мог быть женой, мог быть родителем этого обвиненного, как правило, безосновательного человека, врага народа, но вот он тоже лишался перспективы, не мог поступать в хорошую школу, гимназию, не мог учиться в высшем учебном заведении, потому что он член семьи врага народа. И вот в этой связи древнее, очень древнее, очень патриархальное предписание, Моисеево предписание, как будто выступает более прогрессивным, более современным, более гуманистичным, чем даже постановление минувшего двадцатого столетия, где была, конечно же, куча и корвожадного, и несправедливого, и настоящего чего-то людоедского. И в этой связи закон Моисеев выступает, как что-то исполненное человеколюбие и гуманизма. И так наказывать отца за вину сына, либо сына за вину отца невозможно. Об этом возвещает нам стих 16. Дальше. Опять возникает тема, возвращаемся к теме преселенцев, сирот, людей, обездоленных. Итак, не попирай прав преселенца и сироты, не бери в злог одежду вдовы. Помни, что ты сам был рабом в Египте, а Господь твой Бог освободил тебя из неволи, поэтому я и даю тебе такое повеление. Очень частая тема в законе, тема заботы обездоленных, заботы о тех, кто попал в ситуацию нужды, беды и так далее. И вот опять повторяется эта тема. Ты был сам переселенцем, ты был сам обездоленным, ты был сам несвободным, полурабом, поэтому сейчас, оказавшись народом, у которого есть и имущество, и богатство, и земля, и гражданская какая-то община, помни о тех, кто сейчас находится у тебя в ситуации такой, как ты, какую ты имел, находясь в Египте. Вот помни об этих людях, об этой категории населения. Повторим еще раз, кто имеется в виду так называемые переселенцы по-еврески геры, которые не являются евреями, не являются частью твоей общины, по-нашему, так можно сказать, они не имеют паспорта, они не имеют гражданства в этом населенном каком-то пункте. Дальше, сироты и вдовицы. Так вот, что было общего у этих разных категорий населения, за ними не было никого, кто мог бы за них вступиться. Мужчины израильтянина, отца семейства израильтянина, не было общины, которая могла бы за них вступиться. И в этом отношении насилие по отношению к ним, какое насилие? Ну вот, отнять то, что у них было, отнять землю, переставить межевые столбы. А кто за них вступится? Кто за них будет, понимаете, права их отстаивать? Нет такой силы, которая бы за них вступилась. То же самое касается сироты. Я могу его, не знаю, ударить, могу его оскорбить, могу его обмануть, не дать ему деньги за его какую-то работу. Ну и тем более вдова, потому что вдова беззащитная женщина. Так вот, нельзя попирать их права, потому что Бог за них вступится. Замечу, что сироты, вдова, возможно, это, конечно же, евреи, а вот береселенец это не еврей, это те, которые были выходцами из окружающих племен, земель, это могли быть хананеи, могли быть сирийцы, египтяне, финикийцы, в листимлине, короче, все из окружающих племен, оказавшиеся, перешедшие к вам, оказавшиеся вашими соседями. Так вот, их права тоже гарантированы. Ты можешь жить бок о бок с хананеем, с неевреем, ты не принимаешь его традиций, ты осуждаешь его культы, но ты не можешь его обсчитать, не можешь его сделать объектом своего насилия, подавления и репрессии. Дальше, дальше будет вообще очень уникальная, друзья, это уникальные стихи, даже в наше время этого нет. Вот мы этого всего не знаем, не практикуем, не учреждаем. Итак, читаем стих 19. Если во время жатвы ты забудешь на своем поле сноп, не возвращайся за ним, пусть он достанется переселенцу, сироте или вдове, и тогда Господь твой Бог благословит тебя во всех делах твоих. Когда обобьешь свои оливковые деревья, не ищи на ветвях оставшиеся оливки, пусть они достанутся переселенцу, сироте или вдове. Собрав свой виноград, не ищи на лозе оставшиеся ягоды, пусть они достанутся переселенцу, сироте или вдове. И так описывается такая картина. У тебя есть поле, где растет виноград, где есть снапы, то есть там растет рожь, там лечмень или овес и так далее. У тебя есть оливковые деревья. Так вот, урожай собран. И кое-что осталось. Но то, что упало на землю, то, что мы забыли с собой взять, то, что не упало пристряхивание из оливковых деревьев. Так вот, очень важная прайвала. Хоть это является финансовой потерей, ты как будто бы беднеешь, оставляя все это там, где вот все это осталось. Но оставь, не возвращайся, не подбирай до конца, не вычесывай с каким-то, не знаю, там, с расческой свое поле, потому что есть кто-то, кому все это очень будет кстати. Во-первых, конечно же, это есть те самые переселенцы, сироты, вдовицы, они придут, они это соберут, и они будут иметь скромный, но какой-то вот ужин пропитания во время межсезонья, да, зимы и так далее. Пускай это будет подкреплением для этих людей. Ну, конечно же, это спасет этих людей от разных нехороших вещей, потому что что еще можно делать вдовице, когда она не имеет пропитания, она может торговать с собой, пускай она этим не занимается, да, вот, пускай она избегает позора, бесстыдства, пускай, потому что очень часто на позорное бесстыдство женщину обрекаешь ты, сытый, живущий, обильной жизнью, богатый еврей. Пример Руфи, да, вот мы знаем, даже книга находится в Танахе, в Библии, в Ветхом Завете, Руфь, та самая женщина, которая оказалась на чужбине, она была неполноценной еврейской, то есть она была вне этой системы гражданской общины, и она собирала эти вот зерна на поле, и потом сожилась так, что она оказалась частью священной истории, и она вошла в эту цепочку праведных женщин, женщин, которые породили в дальнейшем, привели к рождению и Давида, вот, и в дальнейшем Мессии Христа. Машеха Иисуса Христа. Вот, помни, что ты и сам был рабом в Египте, поэтому я и даю тебе такое повеление. Помни, что ты был рабом, поэтому рабов охраняй, опекай, давай им припитание, их не обсчитывай, будь им, будь их покровителем. Раз ты будешь покровителем их, а покровителем их является еще и Бог, то как будто бы ты оказываешься объектом суббукой милости и прощения со стороны нашего небесного Бога и Отца. Ну, как там, дорогие друзья, в наше время можно практиковать вот эти стихи, да, потому что сейчас мы, как правило, не имеем ни оливковых рощ, ни каких-то вот посевов, да и кто будет в этих посевах ходить, копаться, да, сейчас другие условия, но, впрочем, проблемы те же, есть те, кому все еще не хватает средств для пропитания, для жизни, и они в этом не виноваты, не потому что они лодеры, не потому что они наркоманы, пьющие люди, а потому что так сложилась ситуация, да, вот сложилось так, что они оказались в этой нехорошей ситуации бедности и унижения. Ну, вот, например, на Западе такие традиции есть, когда можно какие-то иметь такие вот полки в магазинах, где выставляются продукции с истекающим сроком годности, да, так вот, лучше не продавать эти продукты, обманывая, допустим, куда можно продавать, воинские части, как мы знаем, там, или детские дома, детские сады, в школы, нет, это грех, да, лучше не уничтожать эти продукты на полигоне, это тоже грех, это есть ужасное неправильное поведение, можно эти вещи отдавать, кто не может купить хороший продукт с неистекающим сроком годности, но кому очень хочется поесть, не знаю, этого йогурта, этой сметаны, купить эту картошку и так далее, вот, например, как в Европе стихи нами истолкованные и прочитанные, вот, выражаются, реализуются в социальной практике, вот, обычной городской жизни, дорогие друзья, глава 24, мы прочитали ее, мы столковали ее, в этой главе было много чего хорошего, интересного, касающегося заботы, либо охраны, прав женщины и прав прочих категорий уязвленных, униженных, и, к сожалению, испытывающих ситуацию бедности, имущественной несвободы и подавленности, дорогие друзья, голова истолкованно, спасибо за внимание, портал экзоге.ру из Петербурга, всего хорошего, не болейте.